Это израильский город Сдирот, расположенный вблизи сектора Газа. Одна из ракет-боевиков «Хамас», выпущенная с палестинской территории, попала в жилой дом. Погиб ребёнок, есть пострадавшие. «Мой дом попала ракетам и на шестом этаже. Мы сейчас, ровно через 20 лет после первого попадания ракеты, переживаем тот же страх. Это дети, которых травмируют на всю жизнь. И семья, потерявшая ребёнка». «Мы были здесь вчера, здесь во время ракетного удара. Я, моя жена и маленький ребёнок, которому полтора года. Мы были в убежище, когда произошёл сильный взрыв. И это было очень, очень страшно. Здесь видны повреждения, в стене большая дыра, а вся комната разрушена». За последние три дня боевики радикального исламского движения «Хамас» выпустили в сторону Израиля около 1600 ракет. Система противоракетной обороны «Железный купол» перехватила до 90% снарядов. «У вас есть 90 секунд, чтобы добраться до бомбоубежища в Тель-Авиве. Да, у вас есть около минуты, чтобы собрать детей и бежать. А потом просто ждать, слышать взрывы и ничего не знать. «Железный купол» отлично справляется с перехватом ракет, но с таким количеством они не все перехватывают. Поэтому есть жертвы». В свою очередь, израильские военные заявляют, что поразили около 600 целей в Газе. Это командные пункты или склады оружия и боеприпасов радикальных палестинских группировок «Хамас» и «Исламский джихад». По палестинским данным, в результате израильских ударов погибли более 60 жителей сектора Газа, среди которых дети. «Мы сидели в нашем доме. Я услышал крики, вышел на улицу и спросил, что происходит. Люди сказали, что израильтяне целятся, и истребители F-16 выпустили 20 ракет по площади». Власти Израиля приняли решение расширить военные операции против «Хамаса». Ударом подверглись здания Министерства финансов и Офис Исламского национального банка в городе Газа. «Хамас совершает двойное военное преступление. Они не только без разбора стреляют по израильскому гражданскому населению, бомбят наши города, но в то же время располагают свои вооруженные силы в жилых кварталах. Они стреляют из мещетей, из школ, в жилые районы». «Мы сыты по горло. Уходите от нас. Мы останемся как заноза. Мы никогда не покинем нашу страну. Мы прекратим вашу оккупацию не сегодня, завтра». Палестино-израильский конфликт резко обострился после того, как стало известно о намерении властей Израиля принудительно выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Его палестинцы считают своей столицей.